Первый танк за Спартаком. Магии ими не существует. И никуда от этого не деться. Что бы мы не делали, как бы не настраивали, что бы не готовили, что бы не показывали. Первые 15 минут вы видели. Две перекладины. Матч мог закончиться. Нам немножко повезло. Во втором ребята сыграли в свою игру. Еще раз. Мы можем играть на равных с любым соперником. Бороться. Бороться. Играть. Все-таки созидающее начало, конечно, повыше у игроков с ромбиком было. Но в то же время мы поговорили в перерыве. Развернули несколько атак справа налево. Там 3-4 момента. К сожалению, чуть не хватило точности в завершающей стадии. Саркисов атаку 4-2 не закончил. И молодой Николаев. Если головин попадает с линии штрафной спокойно в одно касание. К сожалению, пока наши нижегородские не забивают. Но то, что нас с вами не очень любят, нас это только сильнее злит. Потому что пенальти это за грань. Там очки снимают. Но такой пенальти... Я все понимаю. Повод есть назначить. Но мяч уже в аут ушел. Ну, задел. Таких эпизодов сотни в игре играет. Бывает. Назначать такой пенальти на 93-й минуте, я считаю, что это... Ну, это против здравого смысла. Против всего вообще. Хорошо, что у нас есть очень хороший вратарь. Я подчеркнул бы. Очень хороший. Не просто хороший. И растут... И растут, растут хорошие футболисты. Потихонечку, потихонечку, но растут. Обратил бы внимание, что сейчас такой чемпионат, наверное, идет. Разделились на две группы команды. Те, у которых была открыта заявка, да, те свои задачи решают. У кого-то по 10 человек новых. И тех, у кого не было. И вот открыто окно. И я вам скажу, что наши ребята не уступают никому. Вот из этой второй группы. И не собираются уступать. Там, сколько бы травмированных, больных у нас не было. А так, всех заслужено ничьей. Еще раз, два разных тайма. Причины будем разбираться. Есть вопрос? Ваш спартаковский коллега сказал, что игра проходила на тяжелом поле. Вот я понимаю, что они, наверное, избалованы полями, да? Вот для нашей команды это тяжелое поле или для нашей команды это нормальное поле? Знаете, я думаю, что... Я не трогаю спартаковского коллега. Я от своего отталкиваюсь. Я посмотрел, какое поле в Туле и какое поле в Воронеже. Наше поле одно из самых лучших. Во всяком случае, в нашем регионе это абсолютно точно. Для нас праздник тренироваться на этом поле. Мы его бережем. Тренировались две тренировки, поэтому хоть что-то получалось сейчас. Еще что-то. Вот. Поэтому я благодарен людям, которые делают все, чтобы мы выходили и демонстрировали то качество, которое у нас имеется. Я не говорю класс, мастерство. Именно те качества, которые у нас есть в команде. Появление в составе Спартака Камбарова брата как-то повлияло на рисунок игры Волги? То есть доставил он дополнительные сложности нашей команде? В ряде эпизодов было заметно, что они немножко по-другому играют. Когда играют молодые футболисты, они более агрессивно, бегут больше вперед. Это более разумно. Но и решение более правильное. То есть, скажем так, изменения были видны профессиональным взглядом. Но не сказал бы, что это пошло на пользу с точки зрения того, что демонстрирует эта команда в своем обычном составе. Я бы не хотел все раскрывать. Но сейчас неделя. Я думаю, что все до следующей игры. Поэтому можно. У нас... Я бы поблагодарил ребят за то, что они выходят и играют. У нас очень сильный вирус. У нас пять человек слегло. Костя Гарбус вышел через «Не могу» играл. Видите, что до конца, когда уже падать начал, мы его вынуждены были заменить. И заменили. Артур тоже болел в сборной. Несмотря на это, вышел и там, сыграл и здесь. И еще есть три человека, которые перенесли на ногах. К сожалению, самое сложное – это Миша Костюков. У него серьезная очень болезнь сейчас. И думаю, что восстанавливаться он будет дольше. И там и тренерский штаб зацепил. Это везде. И в сборной тоже самое. Сейчас Петров нам рассказывает, что там тоже пять человек. Надеюсь, что не он привез. Потому что во всех командах, во многих командах так происходит. Поэтому я бы не стал персонализировать ошибки кого-то. Еще раз. Может быть, эти ошибки были в основном в первом тайме. Во втором это больше связано с усталостью. Потому что на большой скорости тяжело давать передачу. А в первом вот эти ошибки, они связаны с пиететом. Вот с этим игровым тремором, который мне больше всего не нравится в футболистах. Можно что угодно простить. Технический брак, еще что-то. Но никогда нельзя бояться соперника. У нас вот та зарубка, которая 7-0. Она осталась. И я буду надеяться, что после этой игры все-таки полегче будет. Потому что я подчеркивал, мы и ту игру в Москве, когда играли с «Спартаком-2», сыграли с позицией. Ну, не то что силы, но не уступили по количеству созданных моментов, по количеству ударов. И сегодня второй тайм мне, во всяком случае, ну, с точки зрения игровой активности, агрессии и доставок мяча в зону ударную понравилось. Немножко там не хватило качеств индивидуальных. Но это мастерство, это школа, это класс. Над этим нужно трудиться постепенно, не сразу. И еще один момент. Вот потасовка, случившаяся во второй тайме, рядом со скамейкой «Волги». Что там случилось? Чем вызвана такая реакция на, ну, да, фол? Просто перед этим еще тоже, если обратили внимание, быстрые атаки срываются у нас фолами. Многие команды знают, что мы играем. И когда умышленный фол, мало того, один, второй, третий останавливаются атаки. Он накапливается эффект. Но здесь еще и грубый фол. Но, мне кажется, все правильно. Арбитр разобрался. Там желтые, там не красные. Мы недавно были на семинаре. И вот если фол в первом тайме, когда был момент, когда шипами летит прямой ногой, там можно говорить о красных, да, там в прошлом. У него сейчас там следы видны от этих шипов на ноге. А здесь чисто игровой эпизод. Здесь все-все как бы нормально. Арбитр абсолютно правдил. То есть по совокупности нервы просто? Да, да, да. Натянулось вот несколько моментов, когда срывалась одна атака. Вторая срывается, третья. Футболисты, ну, как играть, если срываются атаки? Ну, и потом Артур убегал сзади по ногам, получил. Умышленный фол такой. Но хорошо, что не прямой, как бы, а вот такое движение, да, голеностопом было. У нас есть постепенное движение, развитие, но ожидать того, что мы сейчас вот выйдем и раскатаем «Спартак-2», ну, не приходится. При всем моем уважении. Я очень хочу тоже, знаете, играть так, чтобы мы в контроле, там, по 10 моментов в каждом тайме создавали. Но, к сожалению, еще раз, техника, тактическое мастерство футболистов, оканчивающих школы, московские, питерские, чуть выше. Но в желании, в стремлении прогрессировать, в отдаче, мои футболисты самые лучшие. Спасибо, всего хорошего.